Прогнозные показатели социально-экономического развития регионов должны быть выполнены без каких-либо условий. Такое требование высказал сегодня Александр Лукашенко, посещаясь рабочей поездкой Могилевскую область. Прибыв в Бобруйск, президент в первую очередь поинтересовался у губернатора области положением дел в сельском хозяйстве. Особое внимание он обратил на возделывание гречихи. Посмотри, чтобы мы могли произвести достаточное количество, потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы больше покупали гречихи там, поскольку возделывали ее больше в России. Лучше, конечно, она там произрастает, чем у нас. Пускай будет меньше урожайность, но больше посеем и возьмем. Обратите внимание, это всех касается, надо губернатору предупредить, дефицит влаги. Некоторые низкие места, куда ты это знаешь, мы не можем влезть даже в Гомельской области, не говоря о Могилевщине. Надо сейчас поставить технику, чтобы распахать, разодрать, как в деревне говорят, разорвать этот дерн. Главная же цель приезда Александра Лукашенко в Бобруйск – это посещение предприятия Белликпрома «Славянка». Акционерное общество, напомню, полностью перепрофилировало производство и с февраля сосредоточилось на изделиях медицинского назначения. Мощности «Славянки» сегодня достигают 200 тысяч масок в сутки. Помимо этого, здесь наладили производство костюмов, халатов и бахил. Как и доложили президенту, Белликпром сегодня выпустил уже более 22 миллионов масок. Дефицита в этом изделии в стране нет. Глава государства принял решение продавать излишки продукции. И несмотря на то, что белорусское здравоохранение в целом неплохо справляется с вызовами и вирусами, систему Минздрава продолжит укреплять. Я хочу, чтобы, пользуясь моментом, мы увидели слабые места в нашем здравоохранении. Мы подтянули здравоохранение, поэтому надо контролировать правительство. Я поручил, чтобы все деньги, которые мы получим от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, пошли на здравоохранение. И самое главное, мы должны на злобу, где слабовато звено инфекционки, инфекционных больниц, подтянуть инфекционки. Вот спасли инфекционки, сохранили. Сегодня, ты сам видишь, даже вот в регионе видишь, что это нас спасает. Если бы мы оптимизировались, как некоторые, у нас бы не было инфекционных болезней, и мы бы имели то, что имеют сегодня в Западной Европе. Я вот смотрю, ну понятно, сейчас коронавирус этот стал политикой. Все смотрят, где бы и за что укусить. Лукашенко, Беларусь, вот они видишь, мы бились из строя. Так а не надо удивляться, все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе. И не только к этой, что мы не переживали эти вирусы, переживали. Но запомни, я тебя уже предупреждал, от этих вирусов, я наблюдаю это каждое утро, беру, сравниваю данные прошлого года, этого года, от этих вирусов у нас погибает меньше значительно людей, чем от сердечно-сосудистых, от онкологии, от сахарного диабета и излишнего веса в комплексе. С меня все там в мире пошучивают, особенно в России, ну как будто не о чем говорить больше. Все великие стали. Вот Лукашенко говорит, что от коронавируса никто в Беларуси не умер. Еще раз повторяю, от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Умирают от хронических болезней. А коронавирус, он же любой вирус бьет по слабому, у кого иммунитета нет. Вот что я имел в виду. Александра Лукашенко продемонстрировали модельный ряд выпускаемой продукции и новинки предприятия. Президент побывал в цехах славянки и пообщался с коллективом. Подробности разговора в наших следующих выпусках.